О главных новостях краевой столицы и региона прямо сейчас в программе «День с толком». В студии Мария Мацаева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Комары и мошки могут кусать нас до сентября, от чего зависит спокойствие нашего лета. Качество зерна оценят машины. Студенты предлагают рынку передовое решение. От живописи до прикладного искусства на 4000 квадратных метров. Самая масштабная выставка за последние 40 лет открылась в Барнауле. Начнем. Виктор Томенко предложил занять пост у полномоченного по правам человека в Алтайском крае Антону Васильеву. Сейчас тот возглавляет бюджетный комитет краевого законодательного собрания. Васильев предложение принял, сообщает портал Толк. Теперь его ждет согласование в несколько этапов. Сначала его кандидатуру рассмотрит федеральный омдусмен, затем коллеги, краевые парламентарии. В случае полного одобрения Антону Васильеву придется отказаться от депутатского мандата и поста главы юридического института Алтайского госуниверситета. Но преподавать он продолжит, заверил мужчина корреспондентом портала Толк. Еще одним кандидатом на пост у полномоченного выступает Марина Афанасьева. Ее кандидатуру выдвинула Алтайская краевая общественная организация по защите прав человека «Форпост». Сейчас Афанасьева работает заместителем председателя этой организации. Добавим, что с 2011 по 2014 годы она занимала должность у полномоченного по правам ребенка при губернаторе Алтайского края. И к другим темам. Комары и мошки продолжат атаковать жителей Алтайского края вплоть до сентября, если дожди продолжат сменяться теплой погодой. По словам энтомологов региона, в последний раз такое массовое нашествие кровососущих было 3-4 года назад. В их возвращении виновата майская половодие и жара. Из-за нестабильного разлива реки многие временные стоячие водоемы остались под палящим солнцем. И это создало благоприятную среду для развития комаров. Похожая ситуация и с мошками. Они расплодились из-за теплых проточных вод. Сейчас власти Барнаула планируют провести повторную обработку от комаров в парках, бульварах и скверах города. А самой лучшей индивидуальной защитой от кровососущих, по словам энтомологов, могут стать не только репелленты и москитные сетки, но и… Самое безвредное, самое рабочее – это автоматические орудия лова, работающие на углекислоте. То есть, грубо говоря, представляют собой некоторые устройства, которые выделяют ультрафиолет и выделяют углекислый газ. То есть, в принципе, это как раз то, что приманивает кровососущих двукрылых всех. Завод экологической направленности. Алтайское предприятие по производству гофрокартона ежегодно перерабатывает более 10 миллионов килограммов торсырья. Благодаря поддержке правительства региона эта цифра вскоре увеличится еще на несколько десятков процентов. Об этом первым лицам региона, губернатору Виктору Томенко и главе Барнаула Вячеславу Франку, рассказали на предприятии. С амбициозными планами завода ознакомился и наш корреспондент Данил Кузнецов. Всего лишь через несколько часов эти связки мусора превратятся в картонные коробки. Алтайское предприятие «Септара» уже на протяжении четверти века дает новую жизнь отходам. Переработка в торсырья лишь в прошлом году спасла более 100 тысяч деревьев от вырубки. Притом макулатура не ограничивается бумагой. В основном газета, большая часть и тюфлированный картон. В 2022 предприятие получило финансовую поддержку из федерального и регионального бюджетов на сумму в 15 миллионов рублей. Оценить развитие производства приехали глава Барнаула Вячеслав Франк и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Что касается Гопропродукции, это рынок такой, 700 километров радио. Потом логистика все сгибается, потому что она легкая, и возить ее дальше не с ними нужно. Что касается выгорчатой упаковки под яйцо, там география большая. У нас от Востока до Башкирии. Такая широкая география поставок обусловлена большими объемами переработки и производства. Завод выпускает около 12 миллионов упаковок в год. Притом благодаря региональной поддержке удалось создать еще одну линию, которая заработает уже в этом году и позволит увеличить мощность предприятия на 25%. А значит и создать новые места для сотрудников. Их на заводе ценят. Подработки поощряю, дополнительно премьерусь. Зарплата повысилась. Ну я уже третий год, да, повысили зарплату. А вот как? Ну там процент на соотношении. Ну, грубо говоря, там с 35 до 45. Однако завод заботится не только о нынешнем поколении. Например, детям прививают культуру переработки еще со школы. В игровой форме. Мы выстраивали соревнования между школами, чтобы каждая школа собирала, привозила макулатуру. Кто больше сдат макулатуры, тот даем экскурсию лучших там своих ребят там на завод. Наняли автобус, там сопровождение, все как положено. Одели им каски, жилеты, значит. В Алтайском крае действуют тысячи предприятий малого и среднего бизнеса. Правительство региона активно помогает предпринимателям. Лишь за последние годы на их поддержку было направлено около 53 миллиардов рублей. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Современный подход в агросекторе предлагают студенты технического университета. Они готовы поставить на рынок разработку, позволяющую автоматизировать процесс анализа некоторых сельскохозяйственных культур, что могут использовать и сельхозпроизводители, и переработчики. Мои коллеги расскажут подробнее. Передовое решение для сельскохозяйственной отрасли края предлагают студенты Алтайского технического вуза. И его суть заключается в машинном зрении. Практики, которая в агросекторе почти не распространена. Все это время культура анализирует преимущественно вручную. С микрометром и ситом, перебирая зернышко за зернышком. Новый подход все изменит. Расстояние между зернами необходимо, чтобы гранулометрия увидела их все без ошибок. Программа, пользуясь методом жука, обводит каждую крупицу отдельно и высчитывает ее длину, ширину, периметр и площадь. Разработка экономит временное следование в 3-4 раза. В перспективе это можно использовать и в рамках посевной, и для переработчиков, которые поставляют на рынок готовую продукцию. То есть на настоящий момент мы можем определять крупность, выровненность зерна, стекловидность, фракционный состав гречив, а также крупность помола муки, которая напрямую влияет на качество хлеба. Для использования разработки нужен компьютер с программой и сканер. В теории подойдет и офисное оборудование, однако есть прямая зависимость между используемой техникой и качеством исследований. Погрешность измерения здесь зависит от разрешающей способности сканера. То есть если мы сканировали 600 точек на дюйм, то соответственно погрешность измерения составляет 0,04. Если мы сканируем уже 1200, соответственно погрешность составляет уже 0,02. Должен понимать строение зерна, то есть как оно построено, то есть там борозда, например, бородка, бородка. Ты должен определять составляющие зерна, после чего ты уже можешь объективно оценивать, правильно ли у тебя сформировался контур, либо нужно немного доработать, поднастроить программу. Сейчас университет ищет предприятия, которые проявят интерес к современному подходу в исследовании зерна. Причем по желанию конкретного производителя инженеры вуза могут доработать программу для анализа любых видов зерновых культур. Данил Кузнецов, День с толком. Как воспитать новое поколение выдающихся инженеров и ученых? Обсуждать этот вопрос, а главное искать ответы на него в течение четырех дней предстоит педагогам из разных городов страны. На базе Алтайского технического университета проходит шестая Всероссийская научно-практическая конференция. О ней подробнее далее. Образование в новых реалиях. Лейтмотив дискуссий ежегодной научно-практической конференции фонда Андрея Мельниченко. Как взрастить поколение талантливых исследователей и инженеров? И как педагогам заметить юные дарования? Лучшие преподаватели из разных регионов России встретились вновь, чтобы поделиться своим опытом работы с одаренными школьниками. Александр Чередник, исполнительный директор фонда, отметил, стране нужны юные умы. Будущая интеллектуальная элита, которая обеспечит технологический прорыв. Страна будет тогда крепкой, серьезной, могущественной, когда есть своя технологическая база, есть пул инженеров, ученых, которые обеспечивают высокий уровень жизни в стране. Чтобы разглядеть пытливые умы, нужны и талантливые педагоги. На базе вуза при поддержке фонда работает Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова». Его ученики ежегодно становятся победителями Всероссийских олимпиад по физике, химии, математике, IT. Школьники сами разрабатывают инженерные и исследовательские проекты. Ребята с удовольствием входят. Я вижу эти горящие глаза. Здесь у нас в Барнауле, в Рубцовске, в Бийске. Я уверен, что и в тех 10 центрах, которые есть по стране, это такая всеобщая любовь к интересу, к образованию. И вот эти учителя это реализуют. Я думаю, что если бы таких центров не было, то отток наших талантливых детей был бы еще больше. И то, что сегодня они могут внеурочную деятельность свою посвятить науке, знаниям, экспериментам. Вот здесь такой симбиоз интересов взрослых лучших преподавателей и наставников и лучших наших детей, которыми мы гордимся. В год педагога и наставника научно-практическая конференция приобретает особую значимость, являясь площадкой для обмена опытом. В течение четырех дней преподаватели примут участие в дискуссиях и мастер-классах, чтобы потом помогать в исследовании мира и его изменении к лучшему молодым ученым и изобретателям. Мария Мацая, Владислав Ковалев. День с толком. Барнаулец возмущен открывшейся в городе шиномонтажкой. Мужчина считает, что автосервис портит вид района и пагубно влияет на экологию. Владелец мастерской настаивает на законности своего бизнеса и не понимает недовольства со стороны одного человека. Наша съемочная группа выслушала стороны конфликта и попыталась понять, насколько обоснованы претензии жителя Барнаула. Ну почему вы не поставили там внутри? Да это уже, грубо говоря, не ваше дело. Почему? Причина словесных баталий – шиномонтажка. Сервис на улице Юрина открылся в этом году. Ремонтный вагончик выступал на тротуар. Мешал пешеходам, но владелец сервиса пожелания горожан учел. Шиномонтажку сдвинул. Претензии на этом не закончились. Один из местных жителей считает, что сервису здесь все равно не место. Подлежат к нему машины. Не все они исправны. С некоторых течь масла и все прочее. Нарушение экологии. Если проедете по улице Юрина, все шиномонтажки, которые работают, они все благоустроены, красиво сделаны. Но не вот этот вот атомизм. Старый какой-то вагончик привезли, обтянули баннером – все, я работаю. На Покровской почему вы не хотите установить? Блин, да где установил? Вообще вам зачем эта информация? Да она мешает людям. Да это вам только мешает, одному. Все люди тут говорят спасибо, что поставили, что молодец, что есть шиномонтажка, очень удобный подъезд, всем нравится. А тут дядька пришел, где-то шел злой и что-то не понравилось. А почему вот где все шиномонтажки там не поставили? Не было возможности? Ну представьте, здесь стоит пятерочка, здесь стоит магнит, здесь поставят ленту и три магазина. Соответственно, там шиномонтажек стоит хватает. Здесь я нашел место, разрешили, поставил. Как удалось выяснить, земельный участок, на котором расположена шиномонтажка, находится в частной собственности. Эту информацию подтвердили в администрации района. Между собственником земельного участка и владельцем нестационарного объекта шиномонтаж заключен договор аренды. Предприниматель уверен, что недовольный мужчина – засланный казачок и хочет помешать развитию бизнеса. Александр Феринс настаивает, что он просто ратует за гармоничный облик города, где подобным киоскам не место. Поставьте на Покровске, там здание хорошо выстроено, красиво. Взяли в аренду и также работайте на здоровье. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. 4 тысячи квадратных метров, более полутора тысячи экспонатов. В Барнауле, в Титов-Арене сегодня открылась масштабная региональная художественная выставка «Сибирь-13». Она будет работать три недели и посетители смогут абсолютно бесплатно посмотреть на самые интересные творческие работы сибирских мастеров. На открытии побывала и наша съемочная группа. У главной спортивной арены края несколько сотен человек. Под звуки духового оркестра дети даже пустились в пляс. Здесь сегодня проходит масштабнейшее для региона событие – открытие большой региональной выставки «Сибирь-13». В последний раз подобное проходило в Барнауле в 80-м году прошлого века. А вообще такие масштабные мероприятия в регионах организуют раз в пять лет, чтобы показать, чего удалось достичь мастерам за этот период. Десять дней назад дворец спорта начал преображаться. Он сбросил в себя вот это некое такое спортивное начало. Начали появляться первые машины, разгружать, работы, работы, заполнение, заполнение. Оказалось, ну просто это невозможно будет разместить на этой территории. Все получилось. Получилось благодаря слаженной работе организаторов и финансовой помощи правительства региона. 9 миллионов рублей выделили из бюджета, миллион грант-губернаторов в сфере культуры, 400 тысяч средствами ценатов. Я очень рада за жителей нашего города, потому что в течение трех недель бесплатно, без выходных, без обеда, нас будут здесь принимать столько раз, сколько нам захочется сюда прийти и посмотреть. А мы прекрасно понимаем, что посмотреть всю выставку за один раз просто невозможно. Ленточка разрезана, посетители рекой полились на просмотр. А посмотреть есть на что. Это подчеркнул и Андрей Ковальчук, председатель Союза художников России, который специально приехал в Барнаул. Здесь, вот сейчас, на выставке, я увидел целый ряд таких откровений, откровений в искусстве. Это и уже зрелые художники, известные. Это и молодые художники, которые только начинают свой путь и ищут то, о чем сказать, как сказать. Вот, это интересно. Кстати, многие из тех, кто пришел сегодня на выставку, бывали и на той, которая проходила в Барнауле в 80-м году прошлого века. Я помню ту выставку «Сибирь социалистическая». Я тогда впервые с восторгом увидела, что у нас есть люди безумно талантливые, люди, которые умеют видеть. Можно и с уважением относиться к авангардистам и к людям, которые по-другому видят мир. Но чистые краски и большие красивые просторы – это замечательно. Поэтому для нас это большое событие. Мне очень нравится живопись, мне очень нравится картина с очень интересным, так сказать, подходом к исполнению. А еще очень нравится резьба по дереву и всякие скульптуры. А что ты для себя там подчеркнула? Техники. Техники. Как художнику очень интересно посмотреть, как рисуют другие люди. Руководитель Барнауской городской думы тоже помнит прошлую выставку 80-го года. Была на ней еще студентка Института культуры. Уверена, что «Сибирь-13» – это тоже некий шок для посетителей и возможность чему-то научиться для молодежи. Я бы хотела отметить еще не только созерцательную сторону выставки, когда каждый житель Барнаула и края может посмотреть эти замечательные произведения, а то, что выставка имеет еще и образовательное значение. Особо радует, что будут проведены мастер-классы, лекции, будут проведены практикумы. Очень важно – общение с мастером. Мы всегда завидовали столичным вузам, у которых есть возможность прийти в мастерскую Церетели, Зураба Церетели, и посмотреть, как работают. И вот то, что сегодня правительство края, губернатор Виктор Петрович Томенко, Министерство культуры, нашли вот такую возможность и подарили нашей молодежи возможность встречи с настоящими художниками, поработать с мастерами – это много значимо. Всего зрители смогут увидеть более полутора тысяч работ – это и живописи, графика, и скульптура, и декоративно-прикладное искусство. – Понравилось вообще. Тоже я видела икону. Я учила это в Институт Челябинской, Институт культуры. Это очень интересный. – Ну, конечно, интересно. Я последний раз был давненько на выставке зональной в Новосибирске. Я уж не знаю, сколько лет прошло, 15, что ли. Я вот не считаю как-то, ну, давно. Но тут-то в Барнауле-то не было 40 лет. Я исповедую реалистические принципы. Да, да. И я вот верен. Но я с удовольствием смотрю все направления. Вот все мне интересно. Интересно. Я всего делаю для себя выводы. На выставке представлена одна работа Евгения Югаткина. Всего здесь 112 наших авторов. Кстати, лучшие работы «Сибирь-13» отберут для участия во всероссийской выставке. И процесс отбора уже идет. А еще по итогу будет создан шикарный альбом выставочных работ. Остается напомнить, что работать «Сибирь-13» будет до 29 июля. Вход свободный. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком. А на этом у меня все новости уходящего дня. Для ваших предложений телефон нашей редакции 205-545. А через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Всем продуктивной недели и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.